Два года велись переговоры о возвращении русской церкви храма преподобного Сергия Радонежского, что в Царском селе под Петербургом. Наконец, накануне Дня памяти святого был подписан договор о передаче храма, а в день престольного торжества здесь состоялась первая служба. Для каждого жителя Царского села этот день запомнится особо. На литургии в Софийском соборе, несмотря на будний день, много причастников. После праздничного молебна, перед украшенной цветами иконы преподобного Сергия, прихожане вместе со священниками отправляются во вновь приобретенный храм. Как поражает контраст внешнего вида этих храмов. Полуразрушенное и перестроенное под свои нужды помещение делили между собой автошкола, караоке-кафе и кальян-бар. Но стены храма помнят и другие славные дни. Данный храм – это храм 2-го лимбардио-стелкового батальона, который потом был уже развернут в полк в здании. Размещался цех Гаусс, где солдаты оставляли свои ружья, учебный зал, где они занимались, и храм. Вот три помещения. Учебный зал был аркой соединен с храмом. И когда весь батальон приходил на молебен, на службу по большим праздникам, то все бойцы, солдаты размещались здесь. В 1921 году храм был закрыт. И до сегодняшнего дня совершать службу здесь было невозможно. Два года активно велись переговоры о возвращении. Автошкола бывшего ДСААФ никак не хотела отдавать помещение. А накануне праздника, когда все договоры были подписаны, даже нашлись недоброжелатели, которые постарались досадить верующим. Кто-то залез в храм и просто, знаете, вот ломом разбил все электрощитовые. Вот что это такое, я не понимаю. Но сила торжества выше обиды. Радость верующих о возвращении храма, любовь к преподобному Сергию не уменьшается среди грязных стен, разбитых окон, вывернутых проводов. Когда-то также из руин поднимали всем миром Софийский собор в Знаменскую церковь. Первый молебен, отслуженный на том месте, где некогда был алтарь, наполнен благодарностью к Богу. Не стоит огорчаться, не стоит печалиться о том, что мы сейчас видим. Нужно радоваться тому, что будет завтра. Слава Богу! Господь нам даровал возможность воссоздать утраченную святыню.